И всем привет, ребят, с вами Старванька, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен уже прошедшему нашему режиму Джиггернаута, ДМ Джаггера, и на своих экранах вы видите одну из самых первых каток, которые у нас были в этом новом режиме. И выходные мы провели в нем, и получилось сделать очень большое количество всяких разных новых рекордов, плюс нафармить безумно большое количество кристаллов, все те ребята, которые были на стримах, все это могли видеть. И сегодня, по ходу этого боя, я поделюсь всеми своими мыслями, связанными с этим специальным режимом. На скриншоте, уже на превьюшке, вы видите то, что есть у нас определенный новый рекорд, который получилось набить именно в этом режиме. Ну и поговорим о том, почему же у нас таких режимов, во-первых, бывает не так много, ну и почему же именно этот режим получился столь сильно жестко фармовым, и тем режимом, в который мне лично очень сильно хотелось играть и хотелось фармить. Здесь можно было получать безумно большие цифры по кристаллам и по опыту, и, ну, наверное, этот режим преподнес лично для меня, ну, какой-то дополнительный стимул поигроманить и сделать какие-то новые определенные рекордики. В общем и целом, у меня в моей рекордной катке получилось набить почти 29 тысяч кристаллов. Рекордное самое количество, которое я видел в этом режиме, было чуть больше 30 тысяч, чуть больше 30 тысяч. И это безумно большие цифры. Мне этот режим напомнил режим хэллоуинский. Помните, был режим там, где был джиггернаут и были зомбаки, да? И изначально с рестарта все эти зомбаки были ваншотные для джиггернаута, и там можно было также набивать безумно большое количество киллов. Так вот, этот режим мне чем-то тоже его напомнил. Этот режим у нас был без дронов. И на вот этой карте, на которой сейчас вы видите игровой фрагмент, есть очень хорошие сейв-позиции, которые, к слову, в этом видосе я особо сильно не использовал, так как это были лишь мои первые катки, и я не знал, где здесь на самом деле нужно грамотно сейвиться и стоять. Поэтому здесь я катался по всему верху. Но карта Чернобыль устроена таким образом, что здесь есть один спот, там где вот, например, сейчас стоял страйкер, на котором, если его удерживать и закрывать подъем, и держать вот эту вот прямую от себя правую зону, да, то у вас получается так, что у вас сейв с двух сторон, и вы очень легко контролируете все подходы к себе за счет новой сводки. Не было бы новой сводки этого джиггернаута, то я думаю, что сильно сам режим бы не поменялся, и возможности остаться в живых и не умирать на постоянной основе такой бы не было, да. То есть, иначе, ну, просто вас бы приходили бы всякие викинги с овердрайвами и спокойнейшим образом уносили. А за счет этой быстрой сводки вы сразу, во-первых, нивелируете то, что вас может нагнуть игрок с сводкой на страйкере, например, с восьмеркой, он вас автоматически не может переиграть, ну и любой викинг, который прожимает овердрайв, и также при том моменте, когда он даже вжимает вас в овердрайв, вы просто начинаете сводиться и спокойнейшим образом его забираете. Соответственно, этот джиггернаут очень сильно преобразился, и у нас открылся новый, очень крутой режим, который, я надеюсь, что также будет у нас в дальнейшем в матчмейкинге появляться. Как минимум, еще один раз такой режим у нас будет, ну и я лично думаю, что этот режим должен появляться не просто там еще один раз, но и намного-намного чаще. С точки зрения фарма, с точки зрения моего личного интереса, этот режим безумно крутой. Для тех ребят, которые играли в этот режим не на джиггернаут, а на золотые ящики, он тоже был, ну, своего рода каким-то интересным, но не настолько жестким, да, то есть, и я сталкивался еще с тем, что многие ребята писали, что, типа, мол, там, донатеры только могли забирать джиггернаут, и все в этом духе. Я вам скажу, что это далеко не так, и, по сути, это один из немногих режимов, где нужно уметь просто грамотно играть и четко подбирать позиции, и еще это один из немногих режимов, в котором я лично определенно понял, что есть смысл прожимать свои овердрайвы. Каждый свой овердрайв здесь дает возможность дополнительного подсейва и, соответственно, удержания самого джиггернаута. Также можно и даже на викинге выжимать овердрайв, чтобы быстрее с начала боя убирать его. То есть, это очень выгодный мув с точки зрения фарма кристаллов, и я для себя понял, что, вот, видите, у меня еще с начала моей игры было 53 овердрайва. По итогу у меня сейчас осталось вроде как 20, да, то есть, спустя 2 дня я более 30 овердрайвов прожал. То есть, ну, я считаю, что это реально тот самый режим, в котором их же вжимать нужно было. Также, если сравнить, например, этот режим и режим, который у нас был неделю назад, который был, где мы играли на дикострайкерах, режим без резистов. С микропрокачками, с устройствами, но без резистов. И дроны были там, вроде были, да, с дронами. Если сравнить эти два режима, то я могу сказать так. Этот режим менее стабильный, и он по большей части зависит даже от того, с кем вы попались вместе, да. То есть, бывают моменты, когда вы играете с теми ребятами, которые не заинтересованы в получении джиггернаута, и тогда его в соло слить, ну, практически невозможно. Как я уже и сказал в начале, он начинает напоминать режим того зомби Хэллоуина, где джиггернаут просто стоит в четкой позиции, и вы ему, ну, грубо говоря, ничего вообще абсолютно сделать не можете. Он спокойно контролирует верх, катается с одной позиции на другую, и просто вас уничтожает, и все, да. Поэтому здесь бывают моменты, когда у вас супер позитивные эмоции, и вы наваливаете на джиггернауте, и бывают эмоции, когда ты пытаешься слить вражеского джиггернаута, да, а у тебя ничего не получается сделать. Ну, просто от слова совсем ничего не получается сделать, потому что он занимает четкую позицию, ты поднимаешь, он тебе сразу с лодку дает, и все, ты улетаешь на респ, и все, все. И тебя контрят, 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 и ты уже думаешь, блин, да ну нафиг, зачем я вообще играю в этот джиггернаут, для чего я в него катаю. Поэтому здесь очень многое зависит от того, будут ли у вас игроки, которые будут уничтожать джиггернаута, да, будут ли они в этом заинтересованы. И если все складывается таким образом, что вы можете уничтожить джиггернаут и по итогу его забираете, то в конечном итоге вы формите безумно большое количество кристаллов. В моем случае это новый рекорд, я на своей памяти не помню, чтобы я когда-либо приближался к подобным цифрам, и я сумел в этом режиме заработать в максимальной своей лучшей катке 29 тысяч кристаллов. Ну там 28, 900 вроде, ну короче 29. И это не предел был, это был еще и не предел. То есть вы понимаете, за 15-минутную катку, когда ты можешь поднять такое большое количество кристаллов. При этом всем нужно понимать, что в этом режиме были увеличены золотые ящики и контейнеры. Соответственно с них еще сверху можно было также зафармить. Ну и по итогу за неделю все те ребята, которые присутствовали на стримах, видели насколько много у нас фармилось и получилось нафармить больше миллиона кристаллов. То есть с точки зрения прокачки аккаунта, если бы она мне сильно нужна была, то я скажу, что это был супер-мега выгодный режим, который я лично в дальнейшем бы хотел видеть. Но, 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 если сравнить этот режим, возрасящий чуть назад, я сравнивал режим с тем, с той ДМкой, которой мы играли на Дикострайкере, которая была без резистов. Если бы в той ДМочке так же само были бы повышенные золотые ящики, то мне кажется, что она была бы еще жестче, еще круче. Просто та ДМка, она была более стабильная. Здесь динамика может быть как супер-крутая, так и плохая, да, то есть тут не угадаешь, да, то есть тебе супер может либо повезти, и ты будешь на джиггернауте наваливать, либо наоборот, ну, у тебя ничего не получится сделать, да, то есть ты будешь просто респиться, тебя будет нагибать раз, там, два, три, пять, десять, пятнадцать, и у тебя не будет ничего получаться. То есть здесь больше рандома и больше удачи, да, то есть где-то тебя может просто не везти, и у тебя не будет такой возможности. Но если подводить итог в целом, то это, ну, один из самых крутых ивентов, который у нас был за последнее время. Я уже, ну, получается, вторую неделю подряд говорю об этом, ведь что режим с дикострайкером, где я играл, то есть ДМка обычная без резистов, мне она безумно понравилась, что и этот режим привнес лично для меня безумно большое количество позитивных эмоций. И вот, видите, вот так вот просто, хоп, выжимаешь свой овердрайв, контролируешь дальше позицию, да, потому что это определенно выгодно. И это тот самый момент, когда у тебя есть очень большой смысл в прожатии своего овердрайва. За сейвиш джаггера, получишь намного, намного больше кри. И я лично думал, что даже, наверное, я за эти пару дней сумею потратить все свои оверки, но у меня еще даже осталось. Может быть, где-то еще в подобном режиме мне они пригодятся. Ну и там тоже были моменты, когда я просто по 3-4 оверки в пустую вжимал после удачных каток на Викинге. Хотел быстро забрать также джаггернаута, но у меня никак-никак не получалось это сделать. Поэтому, круто, круто, что у нас такие ивенты появляются. Я хотел записать этот видеоролик по ходу еще этого джаггернаута режима, но, к сожалению, был занят фармом. И все вы могли также лицезреть на стримах, как у нас получалось зарабатывать в этом режиме. Надеюсь на то, что в будущем такие ивенты и такие режимы будут повторяться. Ну и что касаемо этих трех карт, которые у нас были. Брест, Бойня и Чернобыль. Для меня Чернобыль это, ну, просто самый сок. Это карта, которая максимально круто подходила под этот специальный режим, на который были крутые подсейвы. И где реально можно было очень круто как поголдоловить, как позанимать позицию, как и поиграть вместе. То есть мы играли здесь и даже не по одному. Мы бывали пикалистом вдвоем, бывало даже троем. То есть один на джаггернауте играет на киллы, другие забирают золотые ящики. То есть и по итогу получалось так, что даже тот игрок, который забирал золотые ящики, примерно получал, может даже и иногда даже больше получал, чем тот игрок, который набивал киллы на своем джаггернауте. Поэтому я надеюсь, что таких режимов в дальнейшем у нас будет появляться больше. Возможно, они будут как-то преображаться и будет реальный стимул играть в них. Пишите, что вы думаете по поводу именно этого режима. Понравился ли он вам? Если не понравился, то чем он вам не понравился? Ну, скорее всего, у вас просто не получалось, например, забирать джаггернаут. И для тех ребят, которых это реально не получалось делать, я отлично вас понимаю. И понимаю то, что, ну, да, по большей части он не каждому подойдет, не каждый получит то удовольствие, которое получает игрок, который играет на джаггернауте и может контролировать определенно карту и позиции на ней. Но если у вас получалось играть и вы реально фармили, то я думаю, что вы тоже кайфанули. Поэтому будет интересно посмотреть в комментарии и узнать ваше мнение по поводу этого режима. Ну, а мне этот режим преподнес новый определенный рекорд, который я, честно, даже и не знаю. И, возможно, в ближайшее время даже не удастся побить. Ведь для меня, наверное, это очень и очень достойная цифра в виде 29 тысяч кристаллов. Ну, все те ребята, которые были на стримах, этот результат также видели. Но вот за подобную каточку 20-ку можно было просто красиво снять. При том, что я там даже сливался с джаггернаута. И не все так круто, великолепно у меня по ходу этой катки получалось. Поэтому поддерживайте видеоролик лайком, подписывайтесь на канал, если он вам понравился. Пишите, что вы думаете по поводу этого режима. Ведь еще через уже, получается, 5 дней, даже 4 дня, у нас он вернется в игру. Только там, я так понимаю, что из этих трех карт, которые были, останется только Брест. И будет две еще другие карты. Посмотрим, что будет там. Ну и у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.